Не забудь подписаться, и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день. А сейчас пристёгивайся, садись поудобнее, и мы начинаем. Убийство вредит убийце неубитому. Вопрос. Один человек жил и умер тысячу лет назад. Его личность, Антахкарана, перешла в новое тело. Почему он не помнит свою прошлую жизнь? А если помнит, то можно ли перевести эту память в область сознательного? Махарадж. Как вы определите, что в новом теле появился тот же человек? Новое тело может означать совершенно новую личность. Представьте горшок с ги, индийское топлёное масло. Если горшок разбивается, ги остаётся и может быть переложено в другой горшок. Старый горшок имел свой собственный аромат. У нового тоже будет свой собственный. Ги будет переносить ароматы от горшка к горшку. Таким же образом, личность переносится от тела к телу. Всё правильно. Если есть тело, его особенности влияют на личность. Без тела у нас есть чистая индивидуальность в чувстве «я есть». Но когда вы перерождаетесь в новом теле, куда уходит мир, который вы воспринимали раньше? Все воспринимают свой собственный мир. Для настоящего тела. Старое тело – просто концепция или память? Конечно, концепция. Как ум может помнить то, что он не воспринимал? Вы сами ответили на свой вопрос. Зачем вам концепции? Довольствуйтесь тем, в чём вы уверены. А единственное, в чём вы можете быть уверены – это «я есть». Погрузитесь в него и откажитесь от всего остального. Это йога. Я могу отказаться только на словах. В лучшем случае я вспоминаю и повторяю фразу «это не я, это не моё, я за пределами всего этого». Уже хорошо. Сначала на словах, потом ментально и эмоционально. И затем на деле. Направьте внимание на реальность внутри вас. И она выйдет на свет. Это похоже на взбивание масла из молока. Если делать это правильно и настойчиво, результаты обязательно появятся. Как абсолютное может быть результатом процесса? Вы правы. Относительное не может перейти в абсолютное. Но относительное может заблокировать абсолютное. Как невзбивание может помешать маслу отделиться от молока. Истинное создаёт устремлённость. Внутреннее подталкивает внешнее. И внешнее реагирует заинтересованностью и усилием. Но в абсолютном смысле нет ни внутреннего, ни внешнего. Свет сознания – это и создатель, и создание. Воспринимающий и восприятие. Тело и воплощённое в теле. Берегите силу, которая проецирует всё это. И все ваши проблемы закончатся. Что такое проецирующая сила? Это воображение, подталкиваемое желанием. Я знаю всё это, но у меня нет для этого сил. Это ещё одна ваша иллюзия, порождённая жадностью к результатам. Что плохого в целенаправленном действии? Оно здесь ни при чём. В этом деле нет ни цели, ни действия. Всё, что вам нужно – это слушать, запоминать, размышлять. Это как приём пищи. Вы можете только откусывать, жевать и глотать. Всё остальное происходит бессознательно и автоматически. Слушайте, запоминайте и понимайте. Ум – это и актёр и сцена. Всё является продуктом ума. А вы не являетесь умом. Ум рождается и перерождается. Но не вы. Ум создаёт мир и всё его прекрасное разнообразие. Как в хорошей пьесе есть множество героев и ситуаций, так и вам нужно всего понемножку, чтобы создать мир. В пьесе никто не страдает, если не отождествляет себя с происходящим. Не отождествляйте себя с миром и не будете страдать. Другие будут. Тогда сделайте ваш мир совершенным. Если вы верите в Бога, сотрудничайте с Ним. Если не верите, станьте им. Или наблюдайте за миром, как за спектаклем. Или всеми силами делайте его совершенным. Или и то, и другое одновременно. А что происходит с личностью умирающего? Вы согласны, что после его смерти личность продолжает своё существование в другом теле? И да, и нет. Всё зависит от того, как вы на это смотрите. Что такое личность? Продолжительность в памяти. Вы можете говорить о личности вне памяти? Да, могу. Ребёнок может не знать своих родителей, но наследственные качества у него всё равно сохранятся. Кто их определяет? Некто с памятью. Кто их устанавливает и сравнивает? Неужели вы не понимаете, что память искажает вашу ментальную жизнь? Личность – это всего лишь узор событий во времени и пространстве. Измените его узор, и человек изменится. Этот узор значительен и важен. Он имеет свою ценность. Говоря, что сотканный узор всего лишь разноцветной нитки, вы теряете самое главное – его красоту. Или, описывая книгу, как бумагу с пятнами чернил на ней, вы упускаете её значение. Личность важна, потому что она основана на индивидуальности, на том, что делает нас уникальными и незаменимыми. Я есть – это интуиция уникальности. И да, и нет. Личность, индивидуальность, уникальность – всё это – наиболее ценные аспекты ума. Но только ума. Я есть – всё, что есть – такое же ценное переживание. Частное и общее неразделимы. Это два аспекта неназываемого, видимого изнутри и снаружи. К сожалению, слова могут только упоминать, но не передавать. Постарайтесь выйти за пределы слов. Что умирает со смертью? Умирает идея «я есть тело». Свидетель остаётся. Джайны верят в множественность свидетелей, разделённых навсегда. Это их традиция, основанная на опыте некоторых великих людей. Один свидетель отражается в неисчислимых телах, как «я есть». Пока тела остаётся, даже самые тонкие, «я есть» проявляется, как множество. «За пределами тела есть только единое». Бог – создатель – это личность, чьим телом является мир, неназываемая «за пределами всех богов». Шри Раманамма Харши умер. Что для него изменилось? Ничего. Чем он был, тем и остался. Абсолютной реальностью. Но для обычного человека смерть меняет всё. Каким он себя считал до смерти, таким он продолжает быть и после смерти. Его образ себя остаётся. В прошлый раз беседа была об использовании шкуры животных для медитации джняни. Вы меня не убедили. Легко оправдать всё, что угодно, ссылаясь на обычаи и традицию. Обычаи могут быть жестокими, традиции – безнравственными. Они объясняют, но не оправдывают. Я никогда не говорил, что за самореализацией следует беззаконие. Освобождённый человек предельно законопослушен. Но его законы – это законы его истинного «я», а не общества. общественные законы он соблюдает или нарушает в соответствии с обстоятельствами и необходимостью. Но он никогда не будет капризничать и бесчинствовать. Я не могу принять оправдание традицией и привычками. Трудность заключается в различии наших точек зрения. Вы говорите из состояния тела ума. Я говорю из состояния свидетеля. Это основное различие. И всё же жестокость есть жестокость. Никто не заставляет вас быть жестоким. Пользоваться жестокостью других людей – жестокость по доверенности. Если вы внимательнее посмотрите на жизненный процесс, вы найдёте жестокость повсюду, поскольку жизнь питается жизнью. Это факт. Но это не заставляет вас чувствовать вину за то, что вы живы. Вы начали жестокую жизнь, причиняя своей матери жестокие страдания. До последнего дня своей жизни вы будете бороться за пищу, одежду, кровь, цепляться за своё тело, сражаться за его нужды, желать ему безопасности в мире полном опасности и смерти. С точки зрения животного быть убитым не худшие из смертей, гораздо лучше полезнее истарческого угасания. Жестокость лежит в мотиве, а не в факте. Убийство вредит убийце, а не убитому. Я согласен, тогда человек не должен принимать услуги охотников и мясников. Кто заставляет вас принимать их? Вы принимаете. Вот как вы меня видите. Как быстро вы обвиняете, осуждаете, приговариваете и приводите приговор в исполнение. Почему вы начинаете с меня, а не с себя? Такой человек, как вы, должен быть примером? Вы готовы следовать моему примеру? я мертв для этого мира. Я ничего не хочу, даже жить. Будьте таким, как я, делайте то же, что и я. Вы судите меня по моей одежде и пище, а я всего лишь смотрю на ваши мотивы. Если вы верите, что вы есть тело и ум и действуете соответственно, то вы виновны в величайшей жестокости, жестокости своей собственной истинной природе. По сравнению с этим все другие жестокости не в счет. Вы укрываетесь за утверждением, что вы не тело. Но вы контролируете свое тело и ответственны за его действия. Позволить телу полную автономию было бы безумием, идиотизмом. Успокойтесь. Я тоже против убийства животных из-за мяса или меха. Но я против того, чтобы ставить это на первое место. Вегетарианство это достойный повод, но не самый важный. Со всеми мотивами лучше всего обходится человек, который вернулся к своему источнику. Когда я был в шри-рама-на-шраме, я везде чувствовал всепроникающее, всеохватывающее присутствие Бхагвана. У вас была необходимая вера. Тот, кто истинно верит в него, будет видеть его повсюду и во все времена. Все происходит в согласии с вашей собственной верой. И ваша вера формирует ваше желание. Ваша вера в себя не является также видом желания? вера И когда я говорю «я есть», я не имею в виду отдельную сущность с телом в качестве ядра. я имею в виду тотальность бытия, океан сознания, всю вселенную того, что есть и что создает. Мне нечего желать, поскольку я целостен. Вы можете прикасаться к внутренней жизни других людей? Я есть эти люди. Я имею в виду не общность вещества или сущности и не схожесть формы. Я имею в виду реальное прикосновение к умам и сердцам других и принятие участия в их личных переживаниях. Вы можете страдать и наслаждаться вместе со мной? Или вы просто предполагаете, что я чувствую из наблюдения и аналогии? Все существа находятся во мне. Но восприятие своим умом другого ума требует специальной тренировки. Нет ничего, чего нельзя было бы достичь с помощью тренировки. «Я не являюсь вашей проекцией, а вы не являетесь моей. У меня есть свои собственные права, а не только как у вашего творения. Мне не нравится эта жестокая философия о воображении и проекции. Вы лишаете меня всей реальности. Кто чей образ? Вы мой или я ваш? Или я образ в своем собственном образе? Нет, что-то в этом не так. Слова пустые. Истинное нельзя описать словами. Его можно только испытать. Я не могу найти слова лучше, чтобы описать то, что знаю. Мои слова могут звучать смешно, но то, что они пытаются передать, есть высочайшая истина. Все есть одно, сколько бы мы ни играли словами. И все создано для того, чтобы удовлетворять источник и цель любого желания. То, что мы знаем, как я есть. В корне желания всегда лежит боль. Главное стремление избежать боли. Каков корень боли? Незнание себя. Каков корень желания? Стремление найти себя. Творение трудится само для себя и не остановится, пока не вернется к себе целиком. Когда оно вернется к себе? Оно может вернуться, когда бы вы не пожелали. А мир? вы можете взять его с собой. Должен ли я воздерживаться от помощи миру, пока не достигну совершенства? Помогайте миру любыми средствами. Ему это не очень поможет, но это усилие поможет вам развиваться. Нет ничего плохого в попытках помочь миру. Но ведь были люди, обычные люди, которые оказали миру огромную помощь. Когда для мира наступает время получить помощь, некоторые люди отдают свою волю, мудрость и силу, чтобы вызвать великие перемены. За пределами боли и удовольствия лежит блаженство. Махарадж. прежде всего вы должны осознать, что вы являетесь доказательством всего, включая себя самого. Никто не может доказать ваше существование, потому что его существование вначале должно быть подтверждено вами. Вы никому не обязаны своим бытием и знанием. Помните, вы полностью сами по себе. Вы ниоткуда не пришли и никуда не уйдете. Вы есть безвременное бытие и осознание. Вопрос Между нами есть основное различие. Вы знаете истину, а я знаю только функционирование своего ума. Поэтому говорите вы одно, а слышу я другое. Вы говорите истинное, я понимаю ложное, хотя слова одни и те же. Между нами пропасть. Как ее пересечь? Отбросьте свои представления о себе и пропасть исчезнет. Представляя себя отдельным существом, вы создаете пропасть. Вам не нужно ее пересекать. Просто не создавайте ее. все есть вы и ваше. Больше никого нет. Это факт. Как странно. Те самые слова, которые для вас истина, для меня ложь. Больше никого нет. Для меня это очевидно неправда. Не важно, правда это или неправда. Слова не имеют значения. Значение имеет только ваше представление о себе, поскольку оно блокирует вас. Откажитесь от него. С раннего детства меня учили думать, что я ограничен своим именем и формой. Простой утверждение обратного не сотрет эту привычку уме. Тут нужно постоянное промывание мозгов, если это вообще возможно. Вы называете это промыванием мозгов. Я называю это йогой. Стирание ментальной рутины. вы не обязаны снова и снова думать одни и те же мысли. Двигайтесь вперед. Проще сказать, чем сделать. Не капризничайте. Легче измениться, чем страдать. Не будьте как маленький. Вот и все. Такие вещи не делают, они происходят. Все происходит все время. Но вы должны быть готовы к этому. Готовность это зрелость. Вы не видите истину, поскольку ваш ум не готов к ней. Если реальность моя природа, как я могу быть не готов? Быть не готовым значит бояться. Вы боитесь того, что вы есть. Ваша цель целостность, но вы боитесь потерять свою индивидуальность. Глупо по-детски цепляться за игрушки, за свои желания страхи, мнения и концепции. Отбросьте все это и будьте готовы к самоутверждению реальности. Это самоутверждение лучше всего выражается словами «я есть». Ничто другое не обладает бытием. В этом вы абсолютно уверены. «Я есть, конечно, но также и в «Я знаю». И я знаю, что являюсь тем-то и тем-то владельцем тела с многосторонними связями с другими владельцами. Все это ваша память принесла в сейчас. Я могу быть уверен только в том, что есть сейчас. Прошлое и будущее, память и воображение это ментальное состояние, но они это все, что мне известно, и они есть сейчас. Вы говорите мне отбросить их. Как можно отбросить сейчас? Вы постоянно движетесь в будущее. Хотите вы того или нет? Я двигаюсь из сейчас в сейчас. Я вообще не двигаюсь. Движется все остальное, не я. Верно, но ваш ум тоже движется. В сейчас вы одновременно движетесь и неподвижны. До сих пор вы принимали за себя только движущиеся и не замечали неподвижного. вы вернете ум наизнанку. Не замечайте движущегося и обнаружите, что вы есть вечно присутствующая неизменная реальность, невыразимая, но прочная, как скала. Если она есть сейчас, то почему я ее не осознаю? Потому что вы держитесь за мысль, что вы ее не осознаете. Оставьте эту мысль. Это не помогает мне осознавать? Подождите. Вы хотите находиться по обеим сторонам стены одновременно. Это возможно, но для этого вам надо убрать стену. Или осознать, что стена и обе ее стороны это одно и то же место, которому неприменимы понятия здесь и там. Сравнение ничего не доказывает. Моя единственная претензия такова. Почему я не вижу то, что видите вы? Почему ваши слова не звучат в моем уме как истина? Позвольте мне узнать это. Остальное придет само. Вы мудры, а я дурак. Вы видите, а я нет. Где и как мне найти мудрость? Если вы считаете себя дураком, значит вы совсем не дурак. знание того, что я болен, не делает меня здоровым, и знание того, что я глуп, не делает меня мудрым. Чтобы знать, что вы больны, разве вы не должны знать, что изначально были здоровы? Нет, если я слеп от рождения, и вы говорите мне, что видите вещи, не прикасаясь к ним, как приходится мне, я осознаю, что слеп, но не знаю, что значит видеть. Подобным образом, я знаю, что мне не достает чего-то, когда вы говорите о вещах, которые я не могу ухватить. Вы говорите такие замечательные вещи обо мне. По вашим словам, я вечный, всеведущий, всезнающий, предельно счастливый, создатель, хранитель и разрушитель всего, что есть, сердце бытия, бог и возлюбленный всех существ. Вы приравниваете меня к абсолютной реальности, источнику и цели всего существования. А я просто хлопаю глазами, поскольку знаю себя маленьким пучком желаний и страхов, пузырьком страдания, временной плотью сознания в океане тьмы. Вы были до того, как появилась боль, и останетесь после того, как она уйдет. Боль временна, не вы. Простите, но я не вижу того, что видите вы. Со дня моего рождения и до дня моей смерти боль и удовольствие будут плести узор моей жизни. Я ничего не знаю о бытии до рождения и после смерти. Я не принимаю ваши слова и не отвергаю их. Я слышу, что вы говорите, но не знаю этого. Сейчас вы сознательны, не так ли? Пожалуйста, не спрашивайте меня о до и после. Я знаю только то, что есть сейчас. этого достаточно. Вы сознательны. Держитесь этого. Бывают состояния, когда вы несознательны. Назовем это бессознательным бытием. Бессознание? Сознание и бессознательность тут ни при чем. Существование пребывает в сознании. Основа не зависит от сознания. Это пустота? Тишина? Зачем конкретизировать? Бытие наполняет и превосходит сознание. Объективное сознание это часть чистого сознания. Оно не вне его. Как вы познали состояние чистого бытия, которое несознательно и небессознательно? Все знание находится только в сознании. Возможно некое состояние при остановке ума. Тогда сознание становится свидетелем? Свидетель только отмечает события. Во время остановки ума исчезает даже чувство «я есть». Без ума не может быть «я есть». уходят, но «я есть» как чувство бытия остается. Все переживания исчезают с умом. Без ума не может быть ни переживающего, ни переживания. разве свидетель не остается? Свидетель только отмечает присутствие или отсутствие переживания. Он сам не является переживанием, но становится переживанием, когда появляется мысль «я свидетель». Мне известно только, что иногда ум работает, а иногда останавливается. Переживание ментальной тишины я называю остановкой ума. Вы можете называть это тишиной или пустотой или остановкой, но в этом нет тройственности переживающего переживания. и переживаемого. В свидетельствовании, в осознании, в самосознании нет чувства пребывания тем или этим. Остается разотождествленное бытие. Как состояние бессознательности по отношению к чему бы то ни было, оно является противоположностью. Оно также между и вне всех противоположностей. Это не сознание и не бессознательность, не нечто среднее и не что-то вне их. оно само по себе, безотносительно к чему-либо, что можно назвать переживанием или его отсутствием. Как странно, вы говорите об этом как о переживании. Когда я об этом думаю, оно становится переживанием. Как невидимый свет, который отражаясь от цветка, становится цветком. Да, можно сказать и так. Он в цвете, но он не является цветом. Похоже на четырехкратное отрицание Нагарджуны. Ни это, ни то, ни оба, ни один из них. Голова кругом. Ваши трудности растекают из представления о том, что реальность является состоянием сознания одним из многих. Вам хочется сказать это реально, это нереально, это частично реально, частично нереально. Как будто реальность это атрибут или качество, которое может присутствовать в разных количествах. я скажу по-другому. В конце концов, сознание становится проблемой только когда оно приносит боль. Вечно блаженное состояние не рождает вопросов. Для нас все сознание является смесью приятного и болезненного. Почему? Все сознание ограничено и следовательно болезненно. В корне сознания лежит желание, стремление переживать. Вы хотите сказать, что без желаний не может быть сознание? И каково преимущество бессознательного? Если мне придется отказаться от удовольствия ради освобождения от боли, я уж лучше сохраню их обоих. За пределами боли и удовольствия лежит блаженство. Бессознательное блаженство зачем оно? Оно не сознательное и не бессознательное. оно реальное. А в чем недостатки сознания? Это бремя. Тело это бремя. Ощущения, желания, мысли все это тяжкое ноше. Все сознательное состоит из конфликтов. Реальность описывается как истинное бытие, чистое сознание, безграничное блаженство. Какое отношение к этому имеет боль? Боль и удовольствие происходят. Но боль это цена за удовольствие, а удовольствие награда за боль. В жизни вы также часто доставляете удовольствие, причиняя боль, и раните, доставляя удовольствие. Знать, что боль и удовольствие являются одним, это покой. Все это, без сомнения, очень интересно, но моя цель более простая. Я хочу больше удовольствий и меньше боли в жизни. Что мне делать? Пока есть сознание, будут и боль, и удовольствие. Такова природа, я есть сознание отождествлять себя с противоположностями. Тогда зачем мне все это? Оно не приносит удовлетворения. Кто тот, кто не удовлетворен? Я человек боли и удовольствия. Боли и удовольствия это ананда, блаженство. Я сижу здесь перед вами и говорю вам из своего собственного прямого и неизменного опыта. Боли и удовольствия это гребни и подошвы волн в океане блаженства. Глубоко внизу находится совершенная наполненность. Ваш опыт постоянен? Он вне времени. Он неизменен. Я знаю только желание удовольствия и страх боли. Таково ваше представление о себе. Смените его. Если вы не можете сразу бросить привычку, изучите ваш привычный способ мышления и осознайте его ошибочность. Ставить под сомнение привычки это обязанность ума. Что создано умом должно быть уничтожено им же. Или осознайте, что вне ума нет никаких желаний. И оставайтесь снаружи. Если честно, я не верю в то, что все создано умом. Ум это всего лишь инструмент, как, например, глаз. Вы можете сказать, что восприятие это и есть творение? Я вижу мир через окно, а не в самом окне. Все ваши слова связаны вместе этим общим основанием. Но я не знаю, является ли это основание реальностью или только продуктом ума. Я могу видеть только ментальную картину этого. Я не знаю, что это значит для вас. Пока вы сами находитесь в уме, вы меня будете видеть в уме. как неадекватны слова для понимания. Без слов что останется понимать? Необходимость в понимании возникает из непонимания. Мои слова истина, но для вас это только теория. Как вам прийти к знанию того, что это истина? Слушайте, помните, размышляйте, визуализируйте, испытывайте на собственном опыте. Прилагайте это к своей повседневной жизни. Будьте терпеливы со мной. И самое главное, будьте терпеливы сами с собой. Поскольку вы это это ваше единственное препятствие. Путь ведет через вас и за пределы вас. Пока для вас только индивидуальное является истинным, сознательным и счастливым, а не двойственное чем-то воображаемым, абстрактной концепцией, вам будет казаться, что я кормлю вас концепциями и абстракциями. Но когда вы коснетесь истинное своего бытия, вы обнаружите, что я описываю то, что для вас наиболее близко и дорого. духовная практика это воля, утверждаемая снова и снова. Вопрос. Западные люди, которые к вам приезжают, встречаются с одной необычной трудностью. Им неизвестно само понятие освобожденного человека, реализованного, познавшего себя, познавшего Бога, человека за пределом этого мира. В их христианской культуре есть только понятие святого, добродетельного человека, законопослушного, богобоязненного, любящего ближних, предающегося молитвам, иногда склонного к экстазам и заверенного несколькими чудесами. Сама идея Аджняни незнакома западной культуре и кажется чем-то экзотичным и невероятным. Даже когда его существование подтверждается, на него смотрят с подозрением, как на случай искусственной эйфории, вызванной необычными позами тела и странным образом мышления. Сама идея нового измерения в сознании кажется им неправдоподобной и невероятной. Им может помочь возможность услышать Аджняни описание его опыта реализации, тех причин, которые его вызвали, его начало, его прогресса, достижений и конкретных ежедневных практик. Многое из его рассказа может казаться странным, даже бессмысленным, однако в этом останется чувство реальности. Атмосфера действительности происходящего, невыразимого, но очень реального центра, который может стать примером для жизни. Махарадж. Не всякий опыт можно выразить словами. Разве можно передать опыт на словах? Да, если передающий художник. Суть искусства это передача чувств, переживаний. Чтобы воспринять такую передачу, вы должны быть воспринимающим. воспринимающий. должен быть воспринимающий. Но если передающий не передает, зачем тогда воспринимающий? джиняне принадлежит всем. Он отдает себя все время и без остатка тем, кто приходит к нему. Если он не отдает себя, он не джиняне. Он делится всем, что имеет. но может ли он поделиться тем, что он есть? Вы имеете в виду, может ли он превращать других джиняне? И да, и нет. Нет, потому что в джиняне нельзя превратить. Они реализуют себя как джиняне, когда возвращаются к своему истоку, своей истинной природе. Я не могу превратить вас в то, чем вы уже являетесь. Все, что я могу рассказать вам, это путь, которым я шел, и пригласить вас вступить на него. Вы не ответили на мой вопрос. Я представляю себе критичного и скептично настроенного западного человека, который отрицает саму возможность высших состояний сознания. Некоторое время назад наркотики пробили брешь в его неверии, не затрагивая его материалистического мировоззрения. С наркотиками или без тела остается первичным фактором, а ум вторичным. Вне ума они не видят ничего. Начиная с Будды, состояние самореализации описывалось в терминах отрицания, как ни это, ни то. Это неизбежно. Если это нельзя описать, то можно ли хотя бы проиллюстрировать? Я согласен, что словесное описание не годится, если описываемое состояние за пределами слов. Однако оно также и в пределах слов. Поэзия это искусство выражать словами невыразимое. В религиозных поэтах нет недостатка. Обратитесь к ним, за тем, что вам нужно. Что касается меня, мое учение просто. Доверьтесь мне ненадолго и делайте, что я вам говорю. Если вы будете упорны, вы обнаружите, что ваше доверие было не напрасно. А что делать людям, которых это интересует, но которые не могут довериться. Если они могут остаться со мной, рано или поздно они начнут мне доверять. Как только они мне доверятся, они последуют моим советам и поймут все сами. «Я сейчас спрашиваю не о практике, а о результатах. У вас было и то, и другое. Вы с готовностью рассказываете нам о практике, но отказываетесь говорить о результатах. Вы или говорите, что ваше состояние за пределами слов, или что нет никакой разницы, что вы не видите различия там, где его видим мы. В обоих случаях мы остаемся без малейшего намека на ваше состояние. Как вы можете проникнуть в мое состояние, если вам недоступна даже ваше собственное? Когда отсутствует сам инструмент постижения, разве не следует сначала найти его. Это подобно тому, как слепой желает научиться писать картины, не обретя предварительного зрения. Вы хотите познать мое состояние, но знаете ли вы состояние вашей жены или вашего слуги? Я прошу только какого-нибудь намека, «Хорошо, я дам вам очень многозначительный намек. Я не вижу разницы там, где ее видите вы. Для меня этого достаточно. Если вы считаете, что этого недостаточно, я могу только повторить, этого достаточно». Поразмышляйте над этим, и вы увидите то, что вижу я. Вы хотите мгновенного озарения, забывая, что мгновенное всегда предваряется длительной подготовкой. плод падает внезапно, однако созревание длится долго. В конце концов, когда я говорю о доверии ко мне, то только ненадолго, просто чтобы подтолкнуть вас. «Чем больше в вас целеустремленности, тем меньше доверия вам нужно, потому что ваше доверие ко мне принесет плоды». «Вы хотите, чтобы я доказал вам, что достоин доверия? Каким образом и зачем? В конце концов, я просто предлагаю вам операционный подход широко известной западной науки. Когда ученый описывает эксперимент, его результаты, вы обычно принимаете его утверждение на веру и самостоятельно повторяете его эксперимент. Если вы получаете такие же или похожие результаты, вам больше не нужно ему верить. вы верите в свой собственный опыт. Водушевленный вы продолжаете и в конце получаете такие же результаты. Ум индийца подготовлен к метафизическим экспериментам, их культурой и природой. Для западного человека они почти ничего не значат. Он не мыслит дальше повиновения повелением Бога и предписанием Христа. Знание реальности из первых рук не только выше его амбиций, но даже за пределом его понимания. Некоторые индийцы говорят безнадежно у западного человека не получится, потому что он просто не сможет не говорить ему ничего о самореализации. Пусть он живет полезной жизнью и заслужит перерождение в Индии. Только тогда у него появится шанс. Другие говорят реальность для всех одинакова, но не все одинаково талантливы в ее постижении. Этот талант приходит с желанием, которое вырастает в преданность и затем в полную самоотдачу. Обладая целостностью, искренностью и железной решимостью преодолеть все препятствия, западный человек имеет те же шансы, что и восточные. В нем нужно только пробудить интерес. А чтобы пробудить в нем интерес к самореализации, его нужно убедить в ее преимуществах. Вы верите, что возможно передать другим личный опыт? Я не знаю, вы говорите о единстве, тождественности видящего и видимого. Если все есть одно, такая передача должна быть возможна. Чтобы получить прямой опыт восприятия какой-либо страны, человек должен поехать туда и пожить там. Не просите невозможного. Духовная победа одного человека без сомнения приносит пользу всему человечеству. Но чтобы принести пользу другому человеку, требуется тесная личная связь. Такая связь не может быть случайной. И не каждый может требовать ее. С другой стороны, научный подход годится всем. Доверие, проверка понимания. Чего еще вам нужно? Зачем пропихивать истину в сопротивляющейся глотке? Не получится никак. Без воспринимающего, что может сделать передающий? Сущность искусства в том, чтобы использовать внешнюю форму для передачи внутреннего опыта. Конечно, человек должен быть чувствителен к внутреннему. Тогда внешнее обретет для него смысл. Как развить в себе чувствительность? Как бы вы это не формулировали, речь идет об одном и том же. дающих много, где принимающие? Вы не можете поделиться своей чувствительностью? Могу, но чтобы делиться чем-то, нужна улица с двусторонним движением. Чтобы делиться, нужны двое. кто желает получить то, что я хочу отдать? Вы говорите, что мы одно. Этого недостаточно? Я един с вами. Но едины ли вы со мной? Если да, то вы не задавали бы вопросов. Если нет, если вы не видите того, что вижу я, то что я могу сделать, кроме как указать вам способ улучшения вашего зрения? То, что вы не можете дать, не ваше собственное. «Я не считаю ничто своим собственным. Если нет меня, то откуда взяться моему?» Два человека смотрят на дерево. Один видит плод, спрятанный в листве, другой не видит. Другого отличия между этими двумя нет. Тот, который видит, знает, что другому нужно лишь немного внимания, чтобы увидеть. Тут вопрос передачи не возникает. Поверьте мне, я не скупец, прячущий от вас вашу долю реальности. Напротив, я весь ваш. ешьте меня, пейте меня. Но пока вы повторяете «дайте, дайте», вы не можете взять то, что вам предлагают. Я показываю вам простой и легкий путь обрести способность видеть то, что вижу я. Но вы цепляетесь за свои привычные образы мышления, чувствования и действия и вините во все меня. У меня нет ничего, чего не было бы у вас. Самопознание не часть собственности, которую можно передать и принять. Это совершенно новое измерение, в котором нет ничего, что можно было дать или взять. Дайте нам хотя бы маленький намек на то, что происходит в вашем уме в повседневной жизни. Есть, пить, говорить, спать, как это ощущается вами? Простые повседневные вещи я ощущаю так же, как и разница в том, чего я не ощущаю. Я не чувствую страха, не испытываю жадности, ненависти или гнева. Я ничего не прошу, ничего не отвергаю, ничего не удерживаю. Здесь я не иду на компромиссы. Возможно, это основное различие между нами. Я не признаю компромиссов. Я искренен с самим собой. А вы боитесь реальности. С точки зрения западного человека, в вашем отношении есть что-то беспокойщее. Сидеть в углу, в одиночестве и повторять «Я есть Бог, Бог есть я», для него это чистое сумасшествие. Как убедить западного человека, что такие практики ведут к наивысшему здравомыслию? Оба человека, считающие себя Богом и сомневающиеся в этом, ошибаются. Эти люди говорят во сне. пробуждение. Если все есть сон, то что такое пробуждение? Как описать состояние бодрствования в терминах страны снов? Словами нельзя описать этого. Это просто символы. Опять та же отговорка, что словами нельзя передать реальное. Если вы хотите слов, я дам вам несколько древних слов силы. Повторяйте их все время, они сотворят с вами чудеса. Вы это серьезно? Какой смысл заставлять западного человека без конца повторять Ом или Рам или Харе Кришна, если у него нет абсолютно никакой веры или убеждений порожденных культурой или религий? Без веры и страсти механическое повторение одних и тех же звуков никогда ни к чему не приведет. Почему? Важно намерение, скрытый мотив, а не форма, которую он принимает. Что бы человек ни делал, если он делает это ради достижения своей истинной природы, это без сомнения приведет его к себе. И не нужна вера в силу средства? Не нужна вера, которая представляет собой лишь ожидание результата. Здесь имеет значение только действие. Что бы вы ни делали во имя истины, это приведет вас к истине. Только будьте честны и упорны. Форма проявлений не имеет значения. тогда зачем давать выражение своим стремлением? Незачем ничего не делать так же хорошо. Простое желание, не разбавленное мыслями и действиями, чистое, концентрированное желание очень быстро приведет вас к цели. Важен истинный мотив, а не способ. Невероятно! Как может нудная, окутанная скука и граничащая с отчаянием повторения быть эффективным? Сам факт повторения упорной борьбой, терпения и настойчивости, несмотря на скуку, отчаяние и полное отсутствие убеждения, является поворотным пунктом. Он сам не столь важен, как искренность, скрывающаяся за ним. Что-то должно толкать изнутри, а что-то тянуть извне. Мои вопросы типичны для Запада. Там люди думают в терминах причины следствий, средств и целей. Они не видят причину следственной связи между одним словом и абсолютной реальностью. А между ними и нет никакой связи. Но есть связь между словом и его значением, между действием и его мотивом. Духовная практика утверждается и подтверждается волей. Тот, у кого отсутствует воля, не примет реальность, даже когда ее предлагают наблюдечки. отсутствие отсутствия воли, основанной на страхе, единственное препятствие. Чего можно бояться? Неизвестного, не бытия, не знания, не деяния, запредельного. Вы хотите сказать, что можете делиться способом постижения, но не можете поделиться его плодами? Конечно, я могу поделиться плодами. Я так и делаю все время, но мой язык язык безмолвия. Научитесь его слышать и понимать. Я не представляю, как это можно сделать без веры. Побудьте со мной какое-то время или направьте свой ум на то, что я говорю и делаю, и вера сама придет. Не у каждого есть шанс встретить вас. Встреть свое собственное я. будьте со своим я. Слушайте его. Подчиняйтесь ему. Лилейте его. Все время держите его в уме. Никакой другой проводник вам не нужен. Пока ваше стремление к истине воздействует на вашу повседневную жизнь, с вами все будет в порядке. живите, не причиняя никому вреда. Непричинение вреда самое могущественное из форм йоги. Оно очень быстро приводит вас к цели. Это то, что я называю нисарга-йогой, естественной йогой. это искусство жизни в мире и гармонии, в дружбе и любви. Результат такой жизни беспричинное и нескончаемое счастье. И все-таки это требует хоть какой-то веры. Обратитесь внутрь и вы научитесь доверять себе. Вера во все остальное приходит с опытом. Когда человек говорит мне, что знает то, чего не знаю я, у меня есть право спросить его, что это, что ты знаешь, а я не знаю? А если он ответит, что это нельзя выразить словами? Тогда я буду пристально за ним наблюдать и пытаться понять самостоятельно. Это именно то, чего я от вас хочу. Будьте заинтересованными и внимательными, пока не установится поток взаимного понимания. Тогда делиться будет легко. В сущности вся реализация это просто совместное пользование. Вы вступаете в расширенное сознание и делитесь им. Нежелание входить или делиться является единственной помехой. «Я никогда не говорю о различиях, потому что для меня их не существует. Для вас они есть, вот вы мне их и покажите. Покажите мне эти различия любым способом. Для этого вам придется понять меня. но тогда вы уже не будете говорить о различиях. Поймите только одну вещь и вы в цели. Вам мешает не отсутствие возможностей, а отсутствие способности сфокусировать в уме то, что вы хотите понять. если бы вы могли просто держать в уме то, что вы не знаете, оно бы раскрыло вам свои секреты. Но если вы не глубоки и не терпеливы, недостаточно решительны, чтобы смотреть и ждать, вы подобны ребенку, который требует дать ему Луну. И это еще не все. Задавайте вопросы, наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии. Также проверьте, не забыли ли подписаться и поставить колокольчик, чтобы получать оповещения о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах, которые выходят у нас каждый день. Присоединяйтесь к дискуссиям, не забывайте про лайки, по возможности и вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развитие канала материально. Все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии. Всем добра, любви и мудрости. А сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех, которые увидите перед собой на экране. субтитры и подогнал «Симон» субтитры и подогнал «Симон» субтитры и подогнал «Симон»